Тема нашей сегодняшней пресс-конференции это события, произошедшие 16 февраля в аэропорту Домодедово в Москве. Мы намеренно не делали никаких заявлений до сегодняшнего дня, поскольку не хотели наблюдить каким-либо образом участникам конференции по пути домой. Той самой конференции, на которую в качестве эксперта и был приглашен молдавский правозащитник адвокат Вячеслав Цуркан. Он сидит рядом со мной и чуть позже расскажет вам о деталях того, что произошло. Он должен был сопровождать молдавскую делегацию, читать лекции и модерировать часть мероприятия. К сожалению, на эту конференцию он так и не попал, поскольку 16 февраля в московском аэропорту Домодедово ему незаконно запретили въезд в Российскую Федерацию со стороны ФСБ. Запрет установлен на 4,5 года. Кроме того, молдавский правозащитник подвергся незаконному и произвольному лишению свободы и жестокому и бесчеловечному обращению в комнате для депортированных пассажиров в аэропорту Домодедово. Но главный мотив, побудивший нас предать огласки произволу российских властей, это порочная практика, имевшая место в аэропорту Домодедово в отношении десятков других лиц в комнате для депортированных пассажиров, содержавшихся там. И кто, как не правозащитники, должны бороться с безнаказанностью и предотвращать повторение таких нарушений. Подробнее об этих событиях вам расскажет Вячеслав Циркан, который пострадал сам и невольно стал свидетелем массовых нарушений прав человека по отношению к другим людям на территории аэропорта Домодедово. Я с самого начала говорю, что я буду говорить сейчас на русском языке, я буду отвечать и на русском языке, но говорю на русском, потому что эта конференция транслируется через интернет, и ее сейчас смотрят многие российские правозащитники, и я бы хотел, чтобы они понимали, о чем они говорят, и чтобы информация не доходила до них в искаженном виде. После этого, естественно, буду отвечать и на русском языке, нет проблем. В общем, суть проблемы в том, что последовательные события, после прохождения пограничного поста в аэропорту Домодедово, меня пропустили, остались в паспорте, что я прошел государственную границу России. После этого одного из наших участников восстановили, долго разбирались в отношении того, может он пройти или нет. После этого меня один из сотрудников программводства России позвал обратно, я снова зашел в зону пограничного контроля, и во время этого контроля выяснилось, что участник конференции, который должен был следовать вместе со мной в Великий Новгород, в России, оказалось, что этот участник, в отношении вопросов в отношении его не было, но в отношении меня снова попросили паспорт, долго выслушивали какие-то указания по телефону, после этого сказали, распечатали какой-то текст, вот этот текст, он у вас есть, прозван каждому из вас, и в этом тексте не обновили до сведения с содержанием этого запрета, что в отношении вас есть решение Федеральной службы безопасности, я собрете вам въезда на территорию Российской Федерации, распишитесь о том, что вы не вправе до 16 октября 2018 года въезжать на территорию России. Если вы это сделаете, вас придут к угловной ответственности. Я, естественно, попросил объяснение, потому что я никогда никаких правонарушений не совершал на территории Республики Молдова, а тем более на территории России. Я ничего не связывал с Российской Федерацией, и никакого разумного объяснения для запрета, для въезда мне на территорию России я не находил. Единственное объяснение, которое я могу найти, это то, что я периодически действительно читаю лекции своим коллегам-адвокатам, даю практические рекомендации, как нужно правильно исчерпывать национальные пути защиты, как нужно правильно защищать жертвы нарушения прав человека, и впоследствии, если власти не понимают, если не находят эффективных путей защиты, чтобы люди шли в Европейский суд или в Комитет ООН по правонам человека. Проблема постепенно до меня стала доходить, что все-таки это связано с тем, что Российская Федерация уже проиграла дело с молдавскими школами. Это рыбности лицея, например. Дети из этого лицея в 2004 году с родителями обратились в Европейский суд, и есть решение Молдавского суда уже против Российской Федерации. Но есть еще целый ряд других жалоб, которые были поданы против Российской Федерации, и они связаны с нарушением прав человека на территории Республики Молдова, который не контролируется молдавскими властями, но который фактически находится, де фасто, под контролем российских властей. Там находится российская армия, там в отношении этого режима оказывается информационная, политическая, дипломатическая поддержка всякими путями, в том числе и финансовой. Но самое страшное произошло дальше, что я увидел после этого, уже в аэропорту, потому что пограничники российские любезно попросили меня последовать за ними. Я сказал, что я не нуждаюсь в том, чтобы следовать за ними, верните мне паспорт, я вернусь в зону, где находятся люди, которые находятся в транзитной зоне, для того, чтобы вернуться обратно домой. Они сказали, нет, вы туда не можете пройти, паспорт у нас, вы обязаны проследовать за нами. Хорошо, нет проблем. Я проследовал за ними. Они меня поместили в комнату, которая называется комната для оформления депортированных лиц. Эта комната была полностью переполнена. И вот события, которые я там увидел, на самом деле это свидетельство того, что в Российской Федерации совершенно не понимают, участницам каких международных правовых документов является Российская Федерация, каким должно быть отношение к человеческим достоинствам, к людям, которые находятся в распоряжении под контролем властей. Вот в этой ситуации меня еще раз попросили расписаться в журнале и поместили в комнату, в которой я еле вошел, потому что места для того, чтобы стоять в этом помещении не было. И комната была переполнена, там 35, в разном отрезке времени, где-то с 11 дня меня туда поместили, до 11.40 вечера, уже 23.40 вечера, когда меня туда выпустили. В это время людей то приводили, то уводили. То есть количество людей постоянно менялось, но оно настолько... Я мог фотографировать и снимать на видео те видео и фотографии, которые я подготовил, которые есть здесь, вы сможете взять с собой. Это видео и фотографии, которые я делал в тот момент, когда часть людей оттуда выводили, и у меня была физическая возможность, я не ангел, и по воздуху летать не могу, была возможность фотографировать людей, находящихся в этом помещении. В остальное время, когда людей заводили столько, что невозможно было просто к туалету пройти. Я сейчас просто расписываю, и в пресс-релизе я тоже эти данные расписал. Они касаются международных стандартов, касающихся обращения с заключенным. В этом случае никто из нас, кто находился в этом помещении, преступление не совершал и не был задержан для обеспечения уголовного преследования по подозрению в совершении какого-либо преступления. То есть всех людей, которые туда поместили, обращение было гораздо более хуже и жестоким по сравнению с тем, которые допускают нормы международного права и российское законодательство. И в этом случае, я бегом только распишу события, 45, 50, 60 человек, люди самых разных национальностей, мужчины и женщины вместе. Это один из запретов, который уже нельзя. Такого переносивого размера комнаты 20 метров. В этом помещении один туалет с одним унитазом на всех людей. Один душ, который не работает вообще. И самое страшное, я потом узнаю, что в этом помещении находятся люди, которые уже сидят по несколько месяцев там. Некоторые недели сидят, некоторые по несколько дней. Я был самым таким новичком там. И я просто непроизвольно начал оценивать эту ситуацию именно с точки зрения прав человека. После этого, когда я постепенно стал общаться с людьми, вижу, что ситуация действительно критическая. И это не что иное, как уловно-наказумное действие. То есть должностные лица, которые позволяют себе такое обращение с людьми, это не что иное, как жестокое бесчеловечное обращение. Но уровень жестокости доходит до степени, которая называется с точки зрения статьи 3 Европейской Конгрессии, как пытка. И самое главное, меня поместили и других людей туда поместили. Никто из нас не знал, сколько времени мы там будем находиться. То есть в состоянии полной неопределенности. После этого я постепенно узнал, что оказывается там нет граждан Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Я не знаю, почему их там не было. Но я просто почему-то заявил, что есть. Это там событие. Есть люди из всех других стран СНГ, но из этих четырех стран никого нет. Там был еще львиец, один, который вообще находился еще с октября прошлого года. И он вообще-то не только, он еще несколько человек. Были люди, которые подпадают под действие ООНовской Конвенции. ООНовская Конвенция направлена на защиту прав беженцев. Это Конвенция ООНовской Конвенции защиты прав беженцев 28.07.1951 года. Россия является участницей этой Конвенции. И в этом случае обращение с такими людьми, его вообще в этом помещении нечего было держать. У него другой статус. С ним вообще другое обращение нужно было. И он подпадает под действие других международных договоров. Здесь в этом случае нельзя говорить о том, что этого человека можно было или необходимо было. Были какие-то правые основания там держать. И в дальнейшем, конечно, видел, когда продукты питания их заносили. Это питание, которое раздаются в самолете. Не знаю, или это то, что осталось в самолетах, или это часть, та же фирма готовит. И для этих людей туда передают продукты. Но при такой скученности народа, часть продуктов уходит в одну сторону, в другую. Это помещение было разделено, как на две небольшие комнаты. На общей площади около 20 квадратных метров. Вода была в большом таком бутыле. На фотографиях вы увидите. Я лучше включу фотографии, это будет быстрее наглядно. Я просто успел сделать несколько фотографий о том, что происходит. Но это было в тот момент, когда я мог передвигаться в помещение. То есть вот такой бутыль с водой. Вот эта входная дверь, железная, в которую я много раз стучал. И говорил, что господа, ваши действия противоправны. Вы совершаете уголовно наказуемые действия. Такое обращение с людьми уголовно наказуемое. Вы ответите за ваши действия. И начинал декламировать, цитировать целый ряд международных стандартов и документов. С правой стороны здесь дверь от душа, которая не работает. Но скученность здесь, эта скученность, это еще мелочи по сравнению с тем, что было. Как селедка в банке, когда людей больше собирается в помещение. Мы часами должны были стоять. Не то что стоять. Лежать никто не мог. Стоять негде нормально. Просто пройти в туалет, это проблема. 50 человек, когда находятся в таком помещении. Кто-то хочет покурить, выходит в туалет. Заходишь туалет, я не куру, много лет уже бросил кури. И это проблема на самом деле. Просто зайти в туалет, это проблема. Выходишь, хочешь выпить воды, там бутыль с водой из крана из туалета. Вода мутная. И один-единственный стакан, одноразовый, на столе. На всех. Это несколько фотографий, которые я сделал. Часть фотографий из тех, которые фотографировал, я удалил. Потому что там были сфотографированы люди, которые не хотели, чтобы их фотографии появились. Я сразу всех предупреждал, что я правозащитник, я буду использовать эти фотографии для того, чтобы придать огласке произвол, которому подвергаются люди в 21 веке Российской Федерации. Вот здесь в углу есть человек один в очках. Это сириец, который беженец, он бежал от войны. И он находится там с октября прошлого года. И это страшно, что обращение, которое подвергается. Человек находится в этом помещении без возможности прогулки. Там нет возможности встать, размяться. Нет места для этого просто. Это окна, которые выходят и в одной комнате, и в другой комнате. Окна, которые выходят на взлетную полосу аэродрома. То есть люди постоянно видят надежду. Самолеты улетают и... Это фотографии в туалете. Это люди, которые, я говорю, из самых разных республик. Но там не было четырех республик, которые не входят в составы СНГ. Не знаю почему. Или они пользуются другими самолетами, или они летают по воздуху, или с какой-то политкорректностью. Я не знаю причин.